всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы вместе с вами будем разбирать всю эту гору декоративной косметики здесь уже накопилось очень много всего часть из этого я не использую поэтому нужно эту косметику разложить по стопочкам то что я буду использовать то что пойдет на выброс это что я кому-нибудь отдам так что давайте начинать и так давайте начнем с вами с тональных средств из этого всего я точно больше не буду пользоваться вот этим тоном от милане его очень рекомендовала ленский бьюти но для меня это оказался во первых слишком светлый тон а во-вторых он на моем лице делает просто маску он очень страшно на мне смотрится и помимо этого еще и скатывается так что я его точно убираю также я точно больше не буду пользоваться вот этим тональным кремом от буржуа хелси микс биби крем у меня был на него отдельный обзор там можете подробно посмотреть что мне не понравилось если кратко то он на мне подчеркивает шелушение которых нет он на мне очень плохо лежит его видно на коже и поэтому я его выбрасываю также я больше не буду пользоваться вот этим тональным кремом тоже от буржуа на самом деле я люблю тональные средства от буржуа но конкретно у этого тонального крема уже истек срок годности поэтому его использовать нельзя и больше не буду использовать я вот этот тон от giorgio armani я так и не смогла его добить первый год он наносился очень хорошо но потом он стал подчеркивать всевозможные шелушения и скатываться у меня в районе крыльев носа также у него тоже истек срок годности поэтому он идет на выброс что делать с вот этим кушином от physicians formula я честно говоря даже не знаю я им воспользовалась всего раз пять и потом месяца полтора-два я им не пользовалась а когда я его открыла то он уже практически засох и еле-еле на меня наносился в общем давайте я его пока что оставлю и если при следующем использовании все будет также плохо то я его выкину и кстати вот этот вот тон от коллаген у меня совсем новенький в коллекции я его вот видите еще даже не вскрывала не пробовала если вам будет интересен на него обзор то напишите мне вы об этом в комментариях я обязательно сделаю но мне кажется то что обзор на него не нужен потому что все кто хотел уже о нем все рассказали ну и все что есть осталось я определенно оставляю и буду этим пользоваться дальше теперь давайте разбираться с палетками теней я здесь в принципе разложила все по двум кучкам в этой кучке у меня есть то что я буду убирать из своей коллекции и то к чему у меня есть претензии здесь же у меня лежит то что я точно оставляю charlotte tilbury 4 конечно же я ее оставляю она слишком дорогая для того чтобы ее выкидывать или же как будто отдавать определенно оставляю color pop вот такую палетку к ней есть нарекания у меня был отдельный обзор на эту палетку но все же я ее оставляю потому что она довольно таки неплоха оставляю конечно же палетки от huda beauty очень их люблю мало использую вот эту вот нью-нюд но все же хочу чтобы она была у меня в коллекции определенно оставляю вот эти тени от эвелин хоть последнее время и мало ими пользуюсь но я все же их люблю и поэтому они точно будут дальше жить у меня в коллекции на ней кстати у меня тоже был отдельный обзор дальше здесь лежат 4 палетки анастасии beverly hills на все из них кроме soft glam у меня был отдельный обзор так что все из них я оставляю несмотря на то что к нарвине у меня есть много претензий я все же ее в своей коллекции пока что оставляю также джеки айны в любом случае будет у меня где-то в верху моей коллекции soft glam и амрейзи тоже у меня будут самом верху коллекции потому что я их постоянно постоянно использую ну и палетка от эвелин charming мокко тоже конечно же продолжает у меня жить а вот этим палеткам у меня есть претензии поэтому сейчас мы будем думать оставлять их или нет naked 2 basic красивая хорошая повседневная палетка но к сожалению я и практически не пользуюсь потому что как видите выбор у меня большой давайте я ее сейчас пока оставлю и если я ей до следующего разбора ни разу не воспользуюсь то кому-нибудь ее отдам она была здесь есть однушечка элами называется она она вообще плохо передается на глаза ее не видно ни черта можно использовать клейкую базу или клей для клитора только тогда что-то навеки будет видно в общем я пока что эту штуку оставляю потому что это магнитная палетка она мне понадобится для других однушек но от вот этой однушки я возможно в скором времени избавлюсь в палетка от эвелин angel dream красивая палетка у меня был на нее обзор но честно говоря рука последнее время к ней не тянется вообще я и практически не пользуюсь у меня большой выбор теней и как понимаете она обычно проигрывает худи бьюти или анастасии поэтому пока что я ее оставляю до следующего разбора если я ей ни разу не воспользуюсь то в следующем разборе мы от нее избавимся палетка тати бьюти на нее тоже был отдельный обзор я ее определенно оставляют для видео она очень сильно сыпется особенно вот эти клиторы просто нещадно осыпаются но на видео это смотрится красиво поэтому я ее пока что оставляю вот этой палеткой от саева я уже давным-давно не пользуюсь поэтому ее я точно кому-нибудь отдам палетка от фокалюр обычно тоже у меня не используется у меня был отдельный обзор на эту палетку она красивая у нее очень классный вот этот оттенок тюнкиш роуз но из одного лишь этого оттенка я ее оставить не готова поэтому пока что я ее отложу в сторону и осталась последняя палетка вот такая icon pro от бренда absolute нью-йорк сейчас я вам ее покажу вот так она выглядит здесь есть матовые есть шиммерные оттенки на самом деле это палетка из серии 100 цветов в одном здесь те натянки немножечко разным кого-то более теплый потом у некоторых оттенков более холодный потом более серый более оранжевый более красный на сводчах они все абсолютно разные но на глазах данные тени полупигментированы и все сливаются в один цвет поэтому я эту палетку себя оставлять не буду мне не нужен макияж из одного цвета когда их тут на самом деле целая куча кстати забыла вам показать еще две палетки вот такую палетку от wet and wild я оставляю хоть я и редко пользуюсь а вот эту палетку от кика милана из коллекции дня святого валентина я убираю у меня был отдельный обзор там в общем то вы можете узнать почему я ее убираю вкратце говоря полупигментированные тени которые плохо наносятся плохо тушуются и на глазах в итоге выходит какая-то абракадабра теперь давайте разбираться с хайлайтерами сразу же скажу что вот эту палетку от никс я убираю мне когда-то очень нравились эти хайлайтеры но к сожалению сейчас я ими практически не пользуюсь наверное они мне надоели хайлайтер от миксит вот такой вот я оставляю хотя редко им пользуюсь палетку от dior хайлайтеров я все же оставлю несмотря на то что я с этими хайлайтерами так и не подружилась у них у всех очень крупные блестки и они на коже практически не видны все цвета что я не наношу на мне либо не видны вообще либо видны просто блестки но я пока что ее оставляю буду пытаться с ней подружиться прежде чем ее выкидывать из оставшихся хайлайтеров я точно уберу вот такой хайлайтер от кика милана это коллекция посвященная дню святому валентина из этой коллекции я думаю я уберу все потому что мне эта коллекция не понравилась вообще я также оставлю вам ссылочку на данное видео можете там посмотреть подробно что же именно мне не понравилось но от этого хайлайтера я избавлюсь также я избавлюсь от вот этих хайлайтеров от бренда catrice эта палетка из трех хайлайтеров она мне не понравилась вообще потому что данные хайлайтеры на коже не видны поэтому я и не пользуюсь и ее тоже кому-нибудь лучше подарю кому она больше понравится все остальные хайлайтеры я оставлю здесь конечно же мой любимый хайлайтер от жуэр будет я от него никогда наверное не избавлюсь он очень хороший здесь конечно же остается хайлайтер от бека вот такой вот это оттенок у меня опал красивенный такой золотистый хайлайтер конечно же здесь остается хайлайтер от color pop в коллекции с диснеем очень красивый нежный хайлайтер и все остальные в общем то тоже остаются не будем на них долго останавливаться теперь давайте разбираться с пудрами я совершенно точно убираю вот эту пудру от фокалюр а пудра на самом деле довольно таки хорошая но у меня уже много пудр вот в таком формате рассыпчатым и непосредственно к фокалюр у меня не тянется рука потому что как видите здесь есть и лора мерсье и our glass cover effects также я точно убираю вот эту пудру от люкс визаж это спрессованная матовая пудра она очень хорошая она действительно матирует лицо она блюрит поры но у меня есть такая же пудра от эстрад и у эстрад мне пудр нравится все же больше чем у люкс визаж и две одинаковые пудры которые дают один и тот же эффект мне все же не нужны также у люкс визаж непосредственно у этой пудры есть такой минус то что спустя пару часов использования лицо жирнится с ней быстрее нежели чем с пудрой от эстрад поэтому все же я оставляю пудру от эстрад они эту также я убираю вот эту пудру которую я привезла из таиланда у нее хороший spf здесь spf 50 возможно я достану снова эту пудру когда поеду куда-нибудь за границу но пока что я и пользоваться не могу потому что она для меня слишком желтая все остальные пудры я все остальные пудры я пожалуй оставляю единственное что я пока не знаю оставлять ли вот эту пудру от everyday minerals base она хорошая но она не совсем моя по оттенку и она фиксирует черт знает как в общем пока что я ее оставлю потому что я планирую еще докупить минеральную косметику но если после этого разбора я снова не буду ей пользоваться то я все же ее кому-нибудь отдам все остальные пудры остаются у меня я их все очень люблю особенно люблю our глаз и лору мерсье cover effects я ими постоянно фиксирую макияж под глазами очень люблю пудры charlotte тиллбери и color pop потому что они с одной стороны очень пигментированный но с другой стороны они хорошо все блюрят для моих расширенных пор блюрящий эффект это то что нужно и также я уже очень полюбила вот эту палетку от our глаз тремя финишными пудрами эти пудры с одной стороны не придают лицу ничего особенного но с другой стороны особенно вот эта пудра она делает такой красивый подсвеченный эффект кожа как будто бы светится изнутри в общем выходят очень и очень симпатично теперь давайте разбираться с палетками для лица палетку от эвелин мне придется убрать на самом деле палетка хорошая мне она нравится у меня был на нее отдельный обзор но к сожалению у меня к ней не тянется рука как видите у меня много разных бронзеров румян и хайлайтеров и по сравнению с ними все же эта палетка эвелин проигрывает и я ее не использую поэтому лучше я ее отдам тому кому она будет нравиться и кто будет ей пользоваться чаще чем я и также я уберу вот эту палетку от факалюр я ее уберу потому что мне здесь не нужен скульптор и хайлайтер я обычно нахожу в какой-то тоже другой палетки или же однушки я практически не пользуюсь такими скульпторами и поэтому ее убираю а все остальное я пока что оставляю пока что я оставлю вот эту палетку маринье от vivienne sabo я последнее время ей не пользовалась но все же я хочу ее оставить потому что у нее очень такие бабамистые яркие хайлайтеры и конечно же я оставляю две палетки от шарлотт тилбери у меня недавно был обзор вообще на все средства шарлотт тилбери так что если он вам интересен я обязательно оставлю ссылочку вот от вот этого скульптора я наверное не избавлюсь никогда потому что это безумно безумно красивый скульптор он просто идеальный и также вот этой палетки у меня хоть и есть много нареканий хоть средства пылят могут поставить пятна но все же я от нее не буду исправляться потому что она дает ну очень симпатичный итоговый результат теперь давайте разбираться с румянами я точно избавляюсь от вот этих румян color pop эта формула супер шок красивые румяна очень нежный благородный цвет но к сожалению они вообще не передаются на щечки они настолько полупрозрачные и практически невидимые что проще нанести какие-то другие румяна нежели чем 30 лет наслаивать вот эти и также избавляясь от румян кика милана вот таких вот из коллекции дня святого валентина матовая страна здесь не набирается вообще а шиммерная страна довольно таки быстро у меня с лица исчезает и носить румяна которые через полчаса исчезают я считаю ненужным потому что есть гораздо лучшие румяна с которым меньше проблем все остальное я пожалуй оставляю единственное о чем стоит подумать это вот этих вот румяна gold rush от бренда benefit это красивые румяна но я ими в последнее время очень редко пользуюсь из оставшихся румян я оставляю все я очень люблю вот эти румяна от our glass я уже пела им воду неоднократно они очень красиво тушуются благороднейший цвет просто дают вот эти румяна от люкс визаж тоже очень красивые с румянами от нас вот оргазм я все же подружилась я сначала их не любила очень не любила потому что у них красивый сводч но они совершенно не так передаются на щечки но все же румяна мне в итоге подошли мы с ними нашли общий язык про румяна charlotte tilbury у меня тоже был отдельный обзор несмотря на то что к ним есть претензии они любят просто ставить пятна очень страшные пятна которые трудно растушевать но все же у меня не поднимается рука их брать и также румяна от милане я их очень люблю и избавляться от них ближайшее время не планирую совершенно точно среди бронзеров скульпторов я оставляю все кроме кика милана по моему при прошлом разборе я уже избавлялась от этого бронзера но я его потом достала и решила дать ему еще один шанс и угадайте что произошло правильно ничего не произошло я так им и не воспользовалась поэтому на этот раз я его точно убираю все остальное оставляю в своей коллекции всем остальным я плюс-минус пользуюсь быстренько давайте вам покажу праймеры которые у меня сейчас есть это три праймера etude house эмо харди и vivienne sabo на самом деле vivienne sabo это не праймер а хайлайтер но я его использую чисто как праймер пока что я его у себя в коллекции оставляю но потом возможно я его все же уберу праймер от эмо харди я только-только начала тестировать поэтому его оставляю и вот этот праймер от etude house я тоже оставляю в особенности до лета потому что у него есть spf который мне понадобится именно летом но и про mac fix plus я пожалуй ничего говорить не буду это незаменимая в хозяйстве штука теперь давайте разбираться с жидкими тенями однушками и подводками конечно же я оставляю у себя вот такие вот тени от эстрад я их очень люблю периодически ими пользуюсь а также я оставляю у себя ламель liquid bronze один единственный оттенок я у себя в итоге оставила потому что только он мне больше всего подошел и понравился золотой оттенок на мне смотрится как-то не очень и я оставляю три оттенка вот такие люкс визаж тени metal hype оставляю всего три потому что было всего три также планирую докупить другие оттенки потому что тени действительно хорошие и при этом очень недорого стоят также здесь у меня конечно же лежит клея для глиттера от никс это незаменимая вещь он мне всегда помогает и также сюда нужно доложить вот такой вот праймер от нарс потому что он тоже меня спасает любой ситуации с любыми неработающими тенями я беру либо этот клей либо эту базу и любые тени начинают работать пожалуй уберу все таки вот эти жидкие тени от бренда стила они мне раньше нравились но они стали оставлять розовый тент у меня на веках поэтому я эти тени убираю к сожалению розовый тент мне на веках совсем не нужен последние полгода я и не пользовалась вообще и поэтому ее убираю и также на покой отправляется вот такие тени от мебелин color tattoo это уже вторые тени color tattoo которые отправляются у меня на покой у меня раньше был другой оттенок и я все же решила дать второй шанс этим теням потому что я думала быть может проблема была конкретно в том оттенке но нет эти тени совершенно не видны на глазах они в течение они в течение дня исчезают вообще с глаз и в общем они явно не стоят тех денег которые мебелин за них просят все остальное я оставляю у меня здесь две однушки теней от essence melted chrome также у меня здесь подводка коричневая от бренда эльф вот так вот она выглядит очень классная подводка стоила на всего по моему рублей 200 но я ее обожаю дает она нереально красивый коричневый кофейный цвет также у подводки кстати очень приятная формула она и жидкая она и кремовая она легко набирается на кисть и если вы напортачили той очень легко ее стереть и при этом вы не размажете эту подводку в какашку также конечно же остается однушка теней от our glass ее я очень люблю холю и лелею она безумно дорогая и также остаются две однушки от color pop вот такие среди консилеров я все оставляю ничего убирать не буду пожалуй вот вот эти вот два от ингла только на рассмотрении находится потому что я ими в последнее время не пользуюсь но все же пока что я их оставлю и убирать не буду здесь у меня легкие консилеры это эстрад эвелин и эсти лаудер их я все люблю и все использую скоро они вообще закончатся здесь у меня очень плотные консилеры этого реаль жуэр и нарс тоже их все постоянно использую и здесь у меня консилеры со средней плотностью это вот такой вот make up revolution color pop maybelline и также два тоже вот maybelline fit me а теперь давайте разбираться со средствами для бровей в целом я тут все оставляю кроме вот вот этого маркера с aliexpress это маркер трезубец он делает довольно таки широкие линии и при этом он потом нифига не вычесывается и нифига его нельзя стереть потому что эти линии которые он оставляет они практически как тинтованные и стирать это потом нужно только мицеллярной водой так что если вы напортачите а вы с ним наверняка напортачите вы это не исправите от этого маркера я избавляюсь а также пожалуй я все-таки избавлюсь от карандаша benefit вот такого у него изменилась уже формула он стал жесткий он практически не рисует и за все время что он у меня лежит последние полгода я им и я им не пользовалась вообще поэтому ему пора на покой все остальные карандаши я так или иначе оставляю и среди гелий для бровей я тоже все оставляю потому что я всем периодически пользуюсь теперь давайте разбираться с карандашами и подводками я оставляю все подводки кроме одной у меня здесь две подводки физишнс формула подводка от кет фонди и вот эту подводку от и фраше зеленого цвета я все же уберу потому что это не мой цвет и я ей не пользуюсь среди карандашей для глаз я все оставляю один из любимых вот этот вот карандаш от эвелин за такой вот жопкой спонжиком который очень удобно растушевывать карандаш также один из любимых карандашей это вот такой вот карандаш каял от от бренда абсолют нью-йорк очень красивый кофейный очень у него красивый кофейный цвет также один из любимых карандашей это вот такой вот от никс для подчеркивания нижний слизистый и также я люблю вот этот карандаш от арт-деко все остальные карандаши я просто плюс-минус использую но вот этому карандашу от марк джейкобс у меня есть у меня определенная ненависть его вообще все рекомендуют как очень хороший карандаш для слизистой но у меня с ним в чем проблема он у меня на слизистой не держится вообще я сколько не пытаюсь его туда наносить буквально спустя 5-10 минут его уже нет быть может эта проблема конкретно этой версии маленькой быть может полноразмерные карандаши и хорошие но вот этот просто очень и очень плохой но среди карандашей для губ я опять таки все оставляю единственный карандаш хочу выделить это это вот этот вот карандаш от шарлотт тилбери в оттенке пилоток я уже пела ему воду в обзоре на шарлотт тилбери очень красивый цвет хороший пыльно-розовый как я люблю нежная формула как у каяла в общем очень и очень красивый цвет на губах смотрится просто бесподобно среди туши для ресниц я не оставлю вот эту тушку от люкс визаж big crazy она на мне ничего не делает и по моему у нее какая-то сухая формула быть может ее до меня в магазине уже вскрывали потому что она продавалась без защитной пленки как и все туши в улыбке радуги поэтому я ее выкидываю возможно вина не этой туши возможно вина именно хранения того что кто-то ее вскрывал но сейчас она работает плохо ей не место в моей косметичке также претендент на вылет это вот такая тушь соу кутюр от лореаль очень люблю эту тушь она хорошая но к сожалению она у меня стоит уже давно и она засохла поэтому ее тоже пора убрать также я убираю вот эти две туши тоже мебелин и лореаль вот этот вот этот уж у меня тоже уже засохла и практически не красит поэтому я ее убираю и парадайз экстатик тоже засохла и поэтому тоже ее убираю все остальные туши я оставляю вот буквально новая тушь у меня от вивьен сабо адюльтер неплохая тушь я только недавно начала ее тестировать но к сожалению она немножечко осыпается и также я все-таки подружилась вот этой тушью от кика милана максим от она раскрасилась и стала довольно таки неплохо красить реснички также две мои любимые туши сейчас это туши от benefit roller lash и badgal bank у меня это миниатюрки но я их очень люблю и обязательно потом куплю полноразмерные версии также одна из любимых туши у меня это вот такая от эстрад о май дол делает очень красивые реснички но при этом стоит данная тушь всего рублей 150 и также еще один претендент на вылет которому я пока что дам еще один шанс это тушь вивьен сабо мерси ее очень рекомендовал марк кауфман я ее купила по его рекомендации но к сожалению она оказалась вообще никакая среди помад все что находится вот здесь я оставляю я это уже перебрала здесь не вся коллекция есть несколько помад которые раскиданы по сумкам я их не стала сейчас доставать потому что они точно остаются у меня в косметичке так как они лежат всегда в работе а вот здесь вот я как раз таки положила те помады которые я собираюсь из своей коллекции убрать и так убираю вот этот вот блеск от make up for ever потому что у него истек срок годности также убираю помаду матовую от эвелин о my lips я ей просто-напросто не пользуюсь последнее время я вообще не люблю матовые помады по той же самой причине убираю essence color boost я ее не использую она матовая на мне сушит губы помада от maybelline super stave я вообще ненавижу эту помаду она делает из моих губ какую-то куриную жопку она очень сушит она очень видна и также она липкая просто ненавижу эту помаду и ее убираю также убираю вот эту металлическую помаду от nyx помада от кика magnetic attraction тоже убираю потому что матовая помада я их не люблю и также убираю вот такой блеск от sensation также помаду от кика я убираю как как видите у меня отношения с кика не складываются от слова совсем помаду от люкс визаж номер 62 тоже убираю она она очень быстро исчезает с губ у нее абсолютно никакая стойкость и плюс она растекается поэтому все же лучше я ее уберу и также убираю я из своей коллекции вот такую помаду от vivienne sabo я ее купила потому что мне понравился цвет но к сожалению данный цвет мне совершенно не подошел так что вот эти помады я убираю а все остальные остаются у меня в коллекции вот вот это все остается у меня в коллекции очень люблю вот этот блеск от clorans очень люблю butter lipstick от nyx очень люблю вот эту помаду от nars audacious mac и наталина конечно же очень красивая помада в стике от бренда nars извините она выглядит не очень презентабельно также один из любимых блесков вот такой вот dior lip glow очень красивый очень хороший ну и в общем то я всем здесь пользуюсь а и конечно же fancy beauty очень красивый блеск помада от charlotte тилбери как вот такая hot lips так и обычная пилотолк у меня тоже где-то лежит в сумке в общем все это я оставляю всем этим пользуюсь и люблю ну что ж а на этом все смотрите какое большое ведро косметики мы насобирали я не шучу это действительно прямо-таки целое ведро косметики вся эта косметика лежала у меня на полках занимала место создавала видимость большого количества косметики но на самом деле она не использовалась потому что по тем или иным причинам мне эти средства не подходят спасибо большое всем кто досмотрел это видео до конца очень надеюсь что но вам понравилось если это так то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем пока пока